В Хельсинки должен приземлиться самолет российского президента. Владимир Путин прибывает в Финляндию с рабочим визитом. У главы государства запланированы переговоры с финской коллегой Саули Ниньос. Сейчас Финляндия председательствует в Совете ЕС. И речь пойдет в том числе о перспективах восстановления конструктивного диалога России и Европейского Союза. За началом рабочего визита следит наш коллега Илья Федосов. Илья, о чем будут говорить два президента? Илья? Ну, скажу, что здесь, в Хельсинки, все уже готово. Встреча глав государств пройдет в президентском дворце. Вы можете видеть его за мной. Это желтое здание с портиком и государственными флагами. Сразу надо пояснить, что Финляндия особенная страна, особенная во всем. И российско-финские отношения всегда были особенными. В отличие от других поездок, от поездок в другие государства Евросоюза, рабочие визиты Владимира Путина в Финляндию совершаются постоянно и редко привязаны к какой-либо одной теме. Правильнее это будет назвать регулярной, планомерной, дипломатической работой на самом высоком уровне. Так и в этот раз круг обсуждаемых тем весьма широк. В целом, все очень неплохо. Товарооборот растет, так же, как и инвестиционное сотрудничество. Финское общество к этому привыкло и понимает, что взаимные экономические связи приносят Финляндии серьезный доход. А вот финские средства массовой информации, по моим наблюдениям, заскучали. Коллег, можно понять, из ровных и позитивно развивающихся экономических отношений редко можно извлечь яркую эмоцию. И поэтому финские СМИ в эти дни заботят уже не столько выгоды экономике Финляндии, сколько состояние демократии в России. Передовицы крупнейших финских газет сегодня задаются вопросом, решится или не решится президент Финляндии Сауле Нинистю задать прямой вопрос Владимиру Путину про недавние уличные акции в Москве. И, в общем-то, сами сразу же соглашаются с тем, что не решится, потому что, цитирую по финским изданиям, финско-российские отношения сейчас развиваются настолько хорошо, насколько это возможно. Конец цитаты. И вот тут нужно сказать, что, наверное, они немножко лукавятся о линейности в политике не первый день и привык к острым вопросам по поводу взаимоотношений с Россией в целом и с Владимиром Путиным в частности. И уж подобная ситуация совершенно точно не поставит его в тупик. Кроме того, он сам упоминал, что намерен поднять эту тему в разговоре. Но есть и другие вопросы к обсуждению. Финляндия сейчас председательствует в ЕС, а это открывает перспективы возобновления диалога между Россией и Евросоюзом. Кроме того, есть еще одна важная стратегическая область российско-финского сотрудничества – это освоение Арктики. Потенциальные выгоды для обеих сторон весьма велики, настолько велики, что рисковать ими ради эффектной сиюминутной политической риторики смысла не имеет. Что касается, собственно, программы визита, то она состоит из нескольких частей. Сначала президенты встретятся во дворце, где запланирована совместная пресс-конференция. Затем руководители России и Финляндии отправятся в крепость Свяборг, где после рабочего обеда обсудят некоторые вопросы в общении с глазу на глаз. Егор? Кстати, вот этот президентский дворец у тебя за спиной Владимиру Путину знаком, ведь именно там проходила встреча с Дональдом Трампом, да ведь? Спасибо, спасибо. Илья Федосов о визите российского президента в Хельсинки, который начнется с минуты на минуту. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова